Общение с телефонами-мошенниками для Анастасии, молодой учительницы из Нижнего Новгорода, обернулось огромным долгом перед банками. Получилось около миллиона восемьсот с разных банков. Для меня большая. Но получается, все кредиты, которые я должна сейчас закрывать, они выходят где-то в месяц тысяч по сорок. Ну, у меня такой суммы нет. То есть, извиняюсь за эмоции, просто еще надо и за квартиру платить, в принципе, жить как-то. Девушке позвонил якобы следователь из Москвы и сообщил, что злоумышленники получили доступ к ее данным и могут набрать кредитов от ее имени. Чтобы этого не произошло, нужно опередить мошенников, исчерпать кредитный потенциал в банках и вывести деньги на безопасный счет Центрального банка. Анастасия поверила, так как злоумышленники действовали очень правдоподобно. Они подчеркивали это всеми документами. То есть, очень много всего как бы такого. Хотя при этом, кроме самого сотрудника Центрального банка, был еще следователь, который тоже со мной созванивался. Они даже по видеосвязи со мной созванивались. Да. Вот. И как бы вот обрабатывали почти, ну, три недели. Вот. А там уже под конец я уже сама начала что-то такое странное замечать, потому что они уже с кредитов начали переключаться на кредитные карты. И вот тут-то я уже как бы поняла, что что-то уже не то. И вообще вся ситуация растянулась. Анастасию убедили, что делиться с кем-либо подробностями дела ни в коем случае нельзя. Якобы в действии статья Уголовного кодекса о неразглашении материалов предварительного расследования. Мошенники получили доступ к телефону Анастасии после того, как она установила приложение якобы Центрального банка. И полностью контролировали и отслеживали все ее действия. Центробанк напоминает, нет никакого безопасного счета, а сотрудники банка никогда не позвонят вам. Если по телефону вас просят назвать финансовую информацию, это верный признак того, что вы разговариваете с мошенниками. Мошенники постоянно придумывают новые схемы. Тренд последних месяцев – персонификация атак телефонных мошенников. Злоумышленники заранее изучают все доступные сведения о человеке, его профили в соцсетях, список друзей, место работы, материальное положение. Источников информации у преступников несколько. То, о чем человек сам пишет в своих аккаунтах, какие сведения оставляет на различных сайтах и то, что раскрывается в результате утечек. Мы всегда рекомендуем ни с кем не делиться своими персональными и финансовыми данными, не сообщать никому коды из СМС. Киберпреступники умело используют манипуляцию и психологическое давление. Их задача – вывести человека из спокойного состояния и отключить у него критическое мышление. Безопасных ячеек и защищенных счетов не существует. Это уловка злоумышленников. Самый действенный метод – прервать разговор. Отмечу, что преступники используют IP-тереофонию, осуществляя звонки с абонентских номеров, схожих с официальными номерами банков и официальных организаций. При этом они могут находиться в любой стране, что заструдняет сотрудникам полиции установить их местонахождение. Информация о распространенных схемах финансовых мошенников и способах им противостоять размещена в специальном разделе на сайте Банка России и на просветительском сайте Банка России «Финансовая культура». Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.